Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем разговор о книге Иова. Подхватывая эстафету вчерашней беседы, я повторю то, чем вчера закончил, что понять происходящее в этом мире можно только с точки зрения другого мира. Находясь здесь и не выходя за рамки этого мира, и не получая вестей из другого мира, ясно объясняющих происходящее, мы не можем разобраться происходящим подносом. Так как если бы мы были в двухмерном пространстве, и были бы только две координаты в нашей жизни, А и Б, то мы бы видели только то, что в плоскости движется. Если бы не было трехмерного пространства, координаты С, то вот всё, что сверху, мы бы уже не видели, только то, что в плоскости. Так и в книге Иова мы понимаем о том, что непонятно человеку, происходящее вокруг, если он не смотрит на это с точки зрения другого мира. Или из другого мира ему не приносится ясное откровение о том, что же происходит здесь. Книга Иова посвящена страданию. И вот мы с вами сейчас поговорим также и об этом. Библейская этика предполагает наличие страданий как наказания за грех. Это одно из самых фундаментальных, простейших объяснений, почему страдает человек. Ты грешишь, потому страдаешь. То есть не греши, вы будешь страдать. Ах, ты причинил страдание другому, берегись, потому что страдание вернётся к тебе. Это простейшие этические нормы, такие яснейшие мысли, касающиеся добра и зла, которые есть и внутри Библии, они есть и в других народах, в других религиях, которые думали о смысле жизни и о процессах взаимодействия людей между собой. То есть не делай другим того, чего себе не желаешь. Это говорили все моральные учителя. Делай другим то, что хочешь, чтобы сделали тебе. Это тоже самое, только другими словами выражено. Примерно то же говорили Иовы его друзья, которые пришли к нему и сказали ему. Значит, ты страдаешь, там утешься, помолись Богу. А потом постепенно распалялся огонь этого диалога. И они говорили ему, ты, наверное, грешил, и поэтому страдаешь. Ты точно грешил. Мы потом об этом как бы тоже постараемся подробнее сказать. Они вначале, утешая его, потом забыли об этом, начали упрекать его. В конце концов, там один из главных, Елефас, говорит, да ты, наверное, злоба твоя велика, как песок морей, ты, наверное, самый гнилой человек на свете. Раз ты, понимаешь, страдаешь, ещё на Бога, понимаешь, что ты там говоришь, то значит, Бог тебя наказит за грехи. Это простейшее объяснение страдания. Значит, ты грешил. Но, исходя из этой книги, оказывается, мы приступаем к теме безвинного страдания. Оказывается, страдать можно ни за что. Конечно, Иов человек. Конечно, рождён женщиной. Конечно, он мог сказать слова царя Давида, которые сказаны были позже. «В беззаконник зачат есть и в агрессиях родимя мать и моя». Всё это у Иова. Он там сам признаётся в грехах своих, говоря, что «ты напоминаешь мне грехи моей юности». То есть в безумное время юность, она богата беззакониями. Но потом уже в зрелом возрасте Иов был настолько богат добрыми делами, что он был глазом для слепых, ногой для хромого, отцом для сироты, мужем для вдовы. То есть он всем был всё. Он не ел один никогда, но всегда со служанками и слугами своими. Он никогда мимо сироты не проходил. Это был удивительный человек. И он знал, что он невиновен. Он знал, что мера страдания его неадекватна. Он знал, что это несправедливо. Происходит нечто такое, что выходит за рамки всякой логики, всяких нравственных законов. Происходит нечто совершенно удивительное. То есть параллельные прямые пересеклись. То есть начинается нечто неевклидово. Начинается другая геометрия. И Иов об этом кричал. А друзья ему начали... Они так вот твёрдо стали на позицию старой логики такой, бытовой логики такой, правильной логики, но работающей не всегда. И они добавили ему боли. Они, в конце концов, все со всех сторон, как пчёлы, зажужжали на него, чтобы было здесь сказать, ты грешник, ты самый большой из грешников, наверное, всё-таки. Потому что ты мало того, что страдаешь с криками, так ещё и такие вот на Господа Бога вещи говоришь. А мы-то с вами, находящиеся вне пространства книги, над нею, мы это видим с вами, что бывают невинные страдания. Например, страдания младенцев. То есть лично ничего не совершивший человек может жестоким образом страдать для того, чтобы, например, страданием своим сокрушить сердца тех, кто его родил. Напомнить им их грехи, например. Или вызвать к себе волну любви и участия. Когда человек попадает в беду, а другие на эту беду откликаются любовью и состраданием, то чужая болезнь врачует многие сердца. То есть, может быть, такой смысл в этом есть. Может быть. Лучший ответ, конечно, это прообраз невинного страдания Христа. И младенцы страдающие, и Иов праведный, терпящий. Такие вещи, значит, это люди, которые прообразуют собой Господа Иисуса Христа, пострадавшего невинно. Иов – это пророчество. Живое пророчество. То есть, если, например, какой-нибудь пророк Осия сказал о Христе, что ты поразишь нас, и ты исцелишь нас, через два дня на третий воссияет свет твой. Примерно так он сказал, значит, пророчество о тайне третьего дня, о воскресении Христа из мертвых. Если кто-нибудь из пророков говорил о Христе, едущем на осленке, например, или Исаия говорил о страдающем мессии, то некоторые пророки самую жизнью Христа проповедовали. Так Иона был в очереве большой рыбы. Три дня и три ночи. Это было пророчество действенное такое, жизненное, ситуативное, когда сама ситуация говорила о Господе. И Иов тоже живое такое, личностное пророчество – невинный праведник. Праведник, страдающий ни за что. Потому что Бог положил на него эту тяжесть. Господь, конечно, знал, за что, почему добровольно страдал. А Иов не знал, что он есть прообраз Господа. В Писании есть несколько примеров невинных страдальцев. Ну, самый такой яркий, пожалуй, и самый первый даже – это Авель. Он греха не сотворил, он был жертвой зависти и был убит, хотя грехов никаких на нем не было. И нельзя было называть его грешником, пострадавшим за свои беззакония. Вовсе нет. То есть, бывает страдание, за которым не таится вина. То есть, наказание есть, а преступления не было. Значит, в этом есть некий промысел, который нам до конца непонятен. Примерно так же невинно погиб Урия, сын, вернее, муж той женщины, которую полюбил Давид в Версавии. Он пленился красотой ее, и вся беда Урии была в том, что он был женат на красивой женщине, в которую влюбился царь. И в ближайшее боевое столкновение он оказался по приказу царя в сам опасном месте и был поражен со стен осаждаемого города насмерть и умер за то, что царь полюбил его жену. Вот такие примеры есть. То есть, есть так вот убитые люди, так пострадавшие люди. Таких примеров можно умножать количество. И если кто-нибудь скажет, а, ну, наверное, человек грешил, и, конечно же, на войне его убили первым, потому что у него было больше всего грехов. Это просто и легко сказать, и, наверное, часто так и бывает. Но не всегда так бывает. И нужно всегда оставлять некий припуск, некий процент сомнения. А может быть, другая есть мысль у Бога, может быть, по-другому это все. Потому что когда мы пытаемся втиснуть всю жизнь в свои краткие и простые схемы, то берегитесь, потому что мы можем тогда невиновных осуждать, скажем так, или как-то слишком строго, ригористично выносить свой суд о вещах, в которых мы ничего не понимаем. Тема страдания примыкает к теме утешения. Иова пришли утешить. Три человека пришли утешить его, и вот горе и беда. Из утешителей они превратились в досадителей. Они сначала плакали возле него, они, помня его величие былое, былую красоту и славу, они сели молча возле него и смотрели на него в ужасе. А потом Иов заговорил, сказал, что опротивила мне жизнь моя, и будь проклят тот день, когда сказали, зачался человек. И они тоже начали говорить. И постепенно, утешая его, как я уже говорил, дошли до укоров ему. Самый главный из них Елефаз, там Сафар, еще там третий. Они постепенно, постепенно говорят, кто ты такой человек, который поднимаешь на Господа Бога такие гневные речи. И они, выступая как бы за Бога, защищая Господа от слишком горячих, слишком страстных воплей страдающего праведника, постепенно перешли к атаке на него. И утешители превратились в настоящих враждующих против Иова, укоряли его. И в конце уже там 25-26 главе там уже, я говорю, что они говорят, да ты самый грешный из людей, наверное. Закрой вообще рот, вообще не смей такого говорить. Как тяжело бывает правильно утешить человека. Вот мы с вами часто попадаем в ситуации, когда возле нас страдает кто-то. В больнице там кто-то теряет родственников. Вы знаете, что люди совершенно не умеют утешать. А, собственно, это и не их функция. Есть утешитель, Дух Святой, которого Отец послал, которого Христос умолил Отца послать нам в мир после самого Христа, который пришел, напомнил нам все слова Христова. Если утешитель не коснется скрабящего человека, человеческие утешения еще больше раздражают. Заканчивая сегодняшнюю беседу, я бы хотел сказать, братья и сестры, что если у вас вдруг, не дай бог, а это неизбежно, рядом по соседству, по дружбе, по родству, окажется страдающий человек, не спешите подыскивать слова. Часто наши слова бывают так неуместны, как глупая киношная, там мне очень жаль, что у вас там погиб тот или тот. Это очень жаль, как пощечина выглядит. Человек не может найти слов, если он не любит настоящую любовь ближнего, страдающего. Если он не готов внутренне поменяться с ним судьбой, взять на себя его беду, а ему отдать свое благоденствие, тогда ему нельзя говорить. Потому что говорящий, эти все фальшивые, ложные, мерзкие, пустые утешения, лицемерные человеку, добавляет ему горе, это 100%. Высшая мудрость скорбящему человеку, это не видеть возле себя лишних лиц. А те, кто хочет посострадать, пусть молятся о скорбящем, пусть молчат в присутствии его, потому что нет таких слов, которые могли бы утешить по-настоящему глубоко и сильно оскорбящего человека. Разве что исключение составляет тот случай, когда утешитель, дух истины, и же от Отца исходит через слова уста человека, помажет скорбящую израненную душу. Это исключительный случай. Но в основном, исходя из этой святой книги, мы видим, что утешители являются, к сожалению, чаще всего досадителями и плохими помощниками. На этом сегодня заканчиваем, а завтра, даст Бог, продолжим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова